снова привет сегодня продемонстрирую вам шкив компрессора шумящим подшипником слышно хорошо это на моей руке а в жизни намного хуже и намного серьезнее для того чтобы заменить подшипник есть один нюанс видим по шкилу что внутренняя часть внутренняя часть шкива идет ниже чем сама поверхность шкива если начать давить отсюда подшипник можно просто деформировать шкив и вот эти шесть зубей выпадет у нас шкив придет негодно для выпрессовки используем обойму с подшипника только побольше устанавливаем пресс и начинаем как нам надо закрыть, как нам надо закрыть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Практически выдавили, но немножко на это взяли-то. Перехватываем форму. И додавливаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот характерный звук. И вот наш подшипник вышел. Вот наш подшипник. Для замены берем новый. И устанавливаем. Шкив приблизительно так. Обрабатываем ее ВД-шкой. Ставим дальше на пресс. И проводим его установку. Для запрессовки. Нужна специальная обойма. И приводим запрессовку. Давим приблизительно до 4 тонн. Выше давить не стоит. И у нас готовый запрессованный шкив с новым подшипником. Но это еще не все. Нужно закернить. Сейчас покажу. Шкив нужно кернить хотя бы в 6 точках. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, и 6. Наш шкив закернен. И может быть установлен на компрессор. Удачного ремонта!